Здравствуйте, братья и сестры! В эфире программа Екатеринодарской и Кубанской епархии «Отчий дом». Прошедший октябрь запомнился на Кубани большим православным форумом. В Краснодаре прошли очередные Кирилл и Мефодиевские образовательные чтения, возглавил которые глава митрополии Владыка Исидор. 22-е образовательные Кирилл и Мефодиевские чтения и в этом году собрали на своих заседаниях кубанское духовенство, представители общественности, преподавателей. В этом году Кирилл и Мефодиевские чтения стали региональным этапом московских рождественских чтений. Тема форума связана с особой в истории России датой – столетней годовщиной революционного переворота – 1917-2017, уроки столетия для Кубани. Такие региональные этапы проводятся для того, чтобы выработать план действий на предстоящий год, как донести до молодого поколения всю правду о событиях начала 20-го столетия в России. Минувшее столетие было временем стремительных, порой катастрофических изменений, но оно же было и временем подвига, когда из руин восставали страна, народ, церковь. Это время страшных гонений, разрушения храмов и монастырей, выдавливания церкви и всех сфер жизни. Но это и время восстановления патриаршества, время исповедничества, хранения и очищения веры. Много говорилось о том, как происходит возрождение православия в нашем городе и крае. Приводились примеры строительства и восстановления храмов, появления в городе улиц, которые носят имена выдающихся кубанских священников, например, улица Кирилла Росинского. Кирилла Мефодиевские чтения за более чем 20 лет работы стали неотъемлемой частью общественно-политической жизни Кубани, где архиереи, епархии Кубанской митрополии и представители власти говорят и о простых истинах веры, и об идеологических и политических процессах в стране и регионе. Теперь мы понимаем, что жить без системы взглядов и убеждений общество просто не может. Если мы убираем одну идеологическую конструкцию, её место начнёт занимать другое. Именно так сразу же начало происходить, когда оказалась разрушена прежняя школьная система воспитания, которую сломали, заклимив при этом как тоталитарно. Говоря об образовательной системе, нужно упомянуть о том, что с этого года во всех кубанских школах в рамках предмета «Кубановедение» введён модуль «Духовные истоки Кубани». Также в каждой школе действуют казачьи классы. На сегодняшний день на Кубани примерно 3000 казачьих классов, в которых обучается около 63 тысяч детей. Для того, чтобы они выросли настоящими казаками, необходимо выработать систему казачьего образования, которая базируется на основах православной веры. Ибо казачество – это не этническая группа, это образ жизни. На 22-х Кирилло-Мефодиевских чтениях была затронута и тема многолетних гонений на русскую православную церковь, которые дали миру новых святых, мучеников и исповедников. Только в период первых столкновений на Кубани 18-го года, это февраль месяц, март месяц 18-го года, количество священников, погибших в это время, составляет более чем 43 человека. По мнению Михаилопольского, однако в свете новых данных исторических и архивных, эта цифра увеличивается практически вдвое. Кто были эти люди? Почему мы занимаемся исследованием их жизни, их подвига? Это были священники, они были гражданами своего государства. Они выполняли не только функцию духовную, как сейчас бы это сказали, они выполняли функцию просветительскую, они сохраняли тот жизненный исторический уклад, который был в нашем Отечестве не одно столетие. Он основывался на основах православной веры. Также в рамках чтений, как всегда, работало несколько секций, где подробно рассматривалось соработничество церкви с различными структурами и слоями общества. А в Москве в конце октября завершил работу седьмой патриарший фестиваль православных СМИ, речь о котором пойдет в нашем следующем сюжете. В конце октября в Москве состоялся очередной фестиваль православных СМИ «Вера и Слово». Проводится он уже седьмой раз. Открылся фестиваль, как и положено у православных, кратким молебном «Начало доброго дела». По традиции открыл седьмой фестиваль «Вера и Слово» председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легоида. По благословению святейшего патриарха этот год является годом освящения, приоритетного освящения этих двух направлений церковного служения, молодежного и социального. Социальное служение, в первую очередь, и молодежное. Это вот тот универсальный язык, если угодно, на котором церковь готова слушать всегда. Седьмой международный фестиваль православных СМИ «Вера и Слово» объявляю открытым. Уже пятый раз в работе секций, круглых столов и конференций фестиваля участвует делегация Егатеринодарской и Кубанской епархии. В этом году ее возглавил священник-отец Вячеслав Клименко. Наша делегация принимала активное участие во множестве мероприятий фестиваля. Это были и круглые столы, обучающие семинары, встречи с интересными людьми. Нам очень запомнились экскурсии в офисы профессиональных компаний «Итартас», «Раша Тодэй», «Гугл». Мы там почерпнули много новых идей. Но все же центральной оставалась мысль о присутствии в соцсетях. Дело в том, что сегодня современному приходу недостаточно просто иметь свой сайт. Он должен корректно отображаться на мобильных устройствах, иметь свои аккаунты. И, собственно, в соцсетях и нужно сообщать, освещать церковные мероприятия, потому что именно там сегодня находится молодежь. Мы приобрели новый опыт и имели возможность не только пообщаться друг с другом, но также поделиться своим опытом, который уже имеем с другими участниками фестиваля. Полезными оказались панельная дискуссия СМИ как инструмент прямого воздействия, благотворительность на языке медиа, мастер-класс «Эффективное взаимодействие с оригинальными сообществами в социальных сетях», конференция «Популяризация в молодежной среде культурного наследия России». Однако вершиной форума, как всегда, стала встреча с патриархом московским и всея Руси Кириллом. Встреча прошла в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. В ходе разговора делегатам форума была предоставлена возможность задать вопрос патриарху. Желающих оказалось немало. Завершил свою работу фестиваль награждением призами ряда участников и гостей фестиваля, а также победителей фотоконкурса «Вера, любовь и юность». А теперь расскажем о других епархиальных событиях в нашем видеообзоре. Небольшой храм-часовня в честь святого благоверного князя Дмитрия Донского расположен при управлении транспорта на юге России и является полковым храмом транспортной полиции в Краснодаре. Множество верующих собралось в храме в день памяти святого мученика Лонгина. В этот день божественную литургию здесь возглавил правящий архипастырь Кубани, митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор. На аналое рядом с иконой святого князя, небесного покровителя храма, образ мученика Лонгина, сотника, который стоял при кресте Христовом. Его житие примечательно тем, что в тот день, когда распяли Господа, он просто, как обычно, вышел на исполнение своих служебных обязанностей. Но при кресте открылись его духовные очи, и он понял, что перед ним распят Сын Божий. На богослужении присутствовали сотрудники, главы управления транспортной полиции Юга России. Как когда-то в древности в обязанности сотнических полков входила охрана порядка, так и сегодняшние полицейские, можно сказать, отчасти переняли эстафету, и их служение в чём-то перекликается со служением святого Лонгина. Храм Дмитрия Донского воздвигнут в память о сотрудниках полиции, о ранней милиции, погибших при исполнении служебных обязанностей. По окончании литургии его высокопреосвященство за заслуги в деле строительства храма вручил председателю общественного совета при транспортной полиции Георгию Шаура награду – орден преподобного Серафима Саровского третьей степени. В ответ Георгий Михайлович подарил владыке книгу иконы русских воинов. После обмена тёплыми речами владыка Исидорс со служащим священством направился посетить насельников расположенного рядом геронтологического центра Екатеринодар. Пожилые люди, живущие здесь, ожидали высоких гостей. Каждый получил из рук митрополита иконочку. В центре действует молитвенная комната, в которой собрались верующие. Комната оборудована почти как храм. Есть на иконостасе икона Геронтиса – покровительница пожилых людей. Здесь кратко помолились. Его высокопреосвященство возгласил многолетие всем насельникам центра. После побеседовал с людьми, посетил комнаты, в которых живут пожилые. Владыка Исидор нашёл добрые слова, чтобы утешить и подбодрить жителей центра. И главное – всем преподал архипастерское благословение. Очередные 12-е международные дворянские чтения, которые прошли в Краснодаре, были посвящены 225-летию со дня кончины Григория Потёмкина, князя Таврического, государственного деятеля, дипломата и военачальника. Такие встречи проводятся по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора, главной организатором мероприятия – Дворянское собрание Кубани. «Желавший истины славы Отечества своего». Так была обозначена тема чтений, из докладов которых слушатели могли в какой-то мере заново познакомиться с деятельностью известных исторических личностей, чьи имена и служения Отечеству были или оклеветаны, или не афишировались в советское время. Хотя тот же князь Григорий Александрович Потёмкин-Таврический много потрудился на благо Российской империи. Многие невежественно полагали, что существовали только Потёмкинские деревни и прочие вещи, которые были в то время, когда он находился у власти. Тем не менее, время и история расставило всё по своим местам. И мы видим теперь плоды его исполинского труда. Я думаю, что если бы не его такая действительно фундаментальная личность, то не было бы и присоединения Крыма к России в тот первый период, не было бы новых городов, новых земель, которыми, в общем-то, приросла тогда Российская империя в Золотой век Екатерины. Конечно же, не было бы Черноморского флота, не было бы многих преобразований в армии и флоте, которые были сделаны при Григории Александровиче. Как обычно, на 12-е международные дворянские чтения собрались докладчики и слушатели со всего Северного Кавказа, из Москвы, из Украины и не только. Чтения включали в себя несколько разделов. Здесь рассматривались судьбы русской императорской армии и военно-морского флота, говорилось об образовательном облике дворянства Северного Кавказа начала XX века, были затронуты вопросы положения церкви на Кубани вперёд гражданской войны. Чтения проходили два дня. Молодёжный центр Краснодара вновь стал инициатором проведения форума по вопросам патриотизма в молодёжной среде. На научно-практическую конференцию «Патриотизм российской молодёжи. Традиции и современность» были приглашены студенты кубанских вузов в качестве аудитории и представители городской администрации, преподаватели, военнослужащие, для которых особенно слово «патриотизм» – не пустая формальность, а служение всей жизни. На самом деле о патриотизме нельзя говорить как о явлении современном или несовременном. Патриотизм исконний свойственен каждому этносу. Любовь к Отечеству всегда отличала и русский народ. Только благодаря православной вере у нас патриотизм понимался как жертвенное служение, как положение жизни за ближнего. О таком понимании любви говорил руководитель отдела по работе с молодёжью Екатеринодарской епархии протоиерей Дмитрий Руднев. «Мы всегда говорим, что патриотизм – это любовь к Родине, любовь к Отечеству, любовь к семье, традиции. Но во всём любовь. И вот сегодня мне хотелось бы поговорить именно о этом слове. Мы даже в Евангелии говорим о том, что Бог есть любовь. И если бы этой любовью, божественной любовью, обладал каждый человек, то я думаю, что, наверное, каждый сегодня здесь присутствующий, само согласился бы в том, что войны бы никогда нет. Если бы любовь имели люди между собой. И если бы каждый относился к другому так, как хотел бы, чтобы к нему относился ближний ему. Мы находим определение этой любви тоже в Священном Писании, где говорится «нет больше той любви, когда ты полагаешь душу свою за други своя». И вот любовь. В этом смысле, как некое жертвенное качество человека, положить душу свою за Родину, за семью, за Отечество, за человека, которого я не знаю и не видел никогда, но чтобы он жил, я полагаю свою душу». Более 70 лет духовного вакуума и более 20 лет вакуума идеологического привели к тому, что сегодня патриотизм называют чуть ли не национальной идеей. Однако настоящий живой патриотизм, как и сказал батюшка, возможен только во имя Бога, как источника высшей и жертвенной любви. И еще один православный фестиваль состоялся в Краснодаре. Но о нем мы расскажем уже в следующей нашей программе. Я с вами прощаюсь. До следующей встречи. Субтитры создавал DimaTorzok